Девушки отдыхают Здоровое любопытство. Не в плане сплетен или скандалов, а того, что и как устроено. Этим качеством должен обладать врач любой специализации, считает Алексей Владимирович. Еще в детстве его заинтересовал один вопрос, который в результате стал темой его докторской диссертации. Во время подготовки она была подвергнута критике, но на самой защите Алексею удалось на 100% донести свою идею. Когда мне сказали, ну такая сложная работа, такая сложная, вдруг ты ее не защитишь. Я сказал, ты о книжке не пишешь. Потому что в этой работе я ответил на те вопросы, которые меня мучили еще с самого начала института. Даже не с института, еще до того момента, когда учился в школе. Мне просто было интересно, почему сосед пьет жену пьяной, ребенка моего одноклассника выгоняет, да, и почему она с ним живет. Живет во время запоев, спасается у соседей, а в момент трезвости мужа говорит всем, что не такой уж он плохой и не слишком много пьет. В таких семьях больны все. Мужчина алкоголизмом, жена и ребенок со зависимостью от его болезни. Книгу по этой теме Алексей написал. Скорее не как писатель, а именно как психотерапевт. Там в тексте книги вкраплены определенные вещи, которые мы делаем в работе своей. То есть книжка написана таким очень языком, который не всем нравится. Первому моему редактору она не понравилась, потому что он сказал, что это не очень книжка, главный герой не прописан. Да не прописан никакой главный герой. Она состоит из реальных примеров, терапевтических моментов, которые разбросаны повсюду. Имеет большой мотивирующий кусок, способный сдвинуть с места всех участников реальной мелодрамы. Получилась книжка, которую мой студент проиллюстрировал. Это не мои рисунки. У меня не хватает времени на изобразительное искусство в последнее время по одной простой причине. Я совершенно не умею рисовать. Вот. Так что я не пишу стихи. Это же причина. Огромное всем спасибо, кто принимал участие в создании этой книги. Своего рода психотерапия в книжном переплете, насыщенная юмором, метафорами, анекдотами. Общаясь с Алексеем Мериновым, понимая, что он с большим юмором относится к жизни. Одна из важных черт в личности любого человека, потому что без юмора, без, ну скажем, такого терпимого еще более того отношения ко многим превратностям нашей судьбы и нашей жизни, жить становится сложно. Он считает, что нужно уметь рассмешить себя, а метафоры, как прием работы с клиентами, удачная возможность увидеть им себя со стороны в иносказательном виде. Своим клиентам я рассказываю достаточно часто анекдоты. Я рассказываю к студентам на лекции, потому что считаю, что вот эта вот образность, которая вот в этих коротких сжатых историях находится, ну, наверное, она гораздо легче помогает принять свое какое-то собственное новое решение. Сейчас Алексей Меринов преподает психиатрию, медицинскую психологию, наркологию, психотерапию. Он доктор медицинских наук и профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета, хотя когда-то хотел стать военным моряком. Родители приложили немало усилий для того, чтобы эту благую мысль из моей головы вытравить. Вот, хотя до сих пор, как бы, брежу кораблями, если бы в Австралию надо было, допустим, альтернатива плыть или лететь, я понимаю, что плыть это дольше, но, наверное, я бы поплыл туда на парах, на каком-то лайнере. Возможно, потому что в детстве дома у Алексея было только две книги о мреплавне, а собрание литературы по химии занимало большую часть библиотеки, эта наука начала перевешивать. Поскольку была мама химик-технолог, дома у меня, разумеется, была лаборатория со всеми ретортами, со всеми химикатами, вот, и что-то взрывалось, что-то горело, то есть я этим жил. Больше того, я жил этим до 11 класса. И в 11 классе на Олимпиаде Всероссийской я занял призовое место, и я был уверен, что я свою жизнь свяжу, безусловно, с химией, вот, поскольку, ну, я ложился, засыпал и просыпался с мыслями об этом. Сейчас Алексей, по своему признанию, засыпает с другой мыслью. В 90-х стало понятно, что завод, на котором работала мама нашего героя, постепенно угасал. Тогда она решила перепрофилировать сына. Алексей отправился учиться на врача в Рязань, из города Мичуринск, Тамбовской области, где вырос и родился. В курсе на четвертом, да, я совершенно случайно узнаю, что мама хотела быть врачом. И мало того, она хотела учиться не в Сеченовке, не в Пироговке, она хотела учиться в Рязанском госмедуниверситете, который я заканчиваю. То есть, фактически, что я делаю? Я выполняю послание мамы, то есть, я выполняю ее неизбывшиеся какие-то мечты и фантазии. Это и есть сценарность в жизни людей. Однако Алексей даже в самые кризисные моменты жизни никогда не сомневался, что этот выбор, который он сделал, правильный. Все мамы на подружки смотрели на маму и говорили, ой, хирургом наверняка будет. А мама говорила, психиатром. Почему-то, наверное, где-то немножко даже стыдилась этого, потому что все при этом подружки говорили, ну, тоже мне, Людмила Ивановна, каким же, надо хирургом быть. Была у Алексея мечта стать и хирургом, и невропатологом. Как он сам признается, он перфекционист и смог бы преуспеть в любой специальности. Но произошла в его жизни решающая встреча. Я встретился с человеком, преподавателем на кафедре психиатрии, где я сейчас работаю, с Андреем Павловичем Хаврачом. Его еще многие помнят, его, к сожалению, нет в живых. Он погиб, к сожалению, молодым очень. К нему пришел на занятие, то есть медицинская психология. В начале занятия Алексей всерьез не отнесся к предмету, но в процессе все перевернулось. Спустя годы он сам начал доносить до студентов, что этот предмет один из самых важных, который пригодится во взаимодействии с больными. Интерес Алексея зажегся после того занятия и теперь не угасает. Я понял, что то, что знает этот человек, это хочу знать я. Для меня это было какое-то просто сродни волшебству, потому что реально у меня глаза были, наверное, огромные. Я подошел к нему и сказал на первом занятии, что не делал никогда. Я подошел и сказал, что я просто, ну, я не знаю, в восторге, я просто потрясен, и что можно почитать, чтобы там лучше узнать. Ну, в общем, в этот день, наверное, это все и случилось. То есть в этот момент я понял, что с кем я буду. Алексей Владимирович также завораживающе сейчас ведет свои предметы. Он вкладывает душу, и если в глазах студентов видят интерес, это его заряжает. Можно провести занятие максимумально формально. То есть я буду что-то бугнить себе под нос, вы будете имитировать то, что как бы вы увлечены, и что-то записываете. Либо мы как бы работаем в диалоге. То есть я рассказываю, вы мне задаете вопросы. Чем я больше вижу интересы вашего, разумеется, это рождает мой интерес. Тем больше мы смотрим больных, тем больше мы... Вот. Поэтому, как бы, я думаю, наш кафедр любят студенты. Вот. Ну, хотя бы показателем является наш кружок по психиатрии студенческий. Кружок посещает большое количество студентов. Рассматриваются темы, которые не удалось затронуть на парах. Учащиеся смотрят больше больных. Теперь уже энергетика Алексея и любовь к своей работе переворачивают жизни других людей. Не все пришли на кафедру, желая стать психиатрами. Кто-то пришел, и кто-то говорил, я буду хирургом, или я буду травматологом. Вот. А потом он приходил, этот студент, и тихо папе травматологу говорил, папа, я буду психиатром. Папа травматолог, разумеется, наверх давал свечу. Иногда даже звонили Алексею Владимировичу, то бишь мне, и говорили, сделай все, чтобы он не стал психиатром. Это говорят человеку, который через три года после окончания вуза порхал на седьмом небе от счастья, когда его взяли ассистентом на кафедру психиатрии на одну четвертую ставки. Я светился, как солнце, приехал в Мичуринск, в свое родное, приехал, и начал одноклассник говорить, я ассистент кафедры. То есть я это говорил так, ну, наверное, как сейчас, не знаю, губернатор, президент, я не знаю. То есть, а ребятам это ничего вообще не говорило, кто, какой ассистент, чего ассистент. Как вы, кафедра ассистент, то есть для меня это было сверх достижение, то есть я просто надпарил их. Алексей сохранил любовь к делу, и сейчас, помимо работы со студентами, он проводит консультации для тех, кто к нему обращается. Я не люблю как-то долго лечить, то есть я стараюсь как можно быстрее вылечить, потому что растягивать вот это удовольствие, я еще не считаю возможным, это не совсем хорошо и красиво. Алексей Владимирович не использует единую методику в работе. Он считает, что каждый врач должен выработать не то, что свой метод, а суметь взять абсолютно из всех направлений то, что он сможет использовать. Психотерапия – это искусство, то есть оно, ты плывешь, ты плывешь за клиентом, ты видишь, как он изменяется, и ты в этот момент принимаешь решение, что лучше. Не существует жестких форм, это всегда ограничивает, прежде всего, самого психотерапевта. То есть я вот специалист в этом, и ты в какой-то, в какой-то, в душе понимаешь, что лучше. Конечно, вот из той методики, но я-то у меня диплом, я вот это. Вот не факт, что это будет хорошо. Все люди разные, и работа с каждым индивидуальна. Непрерывно, из любопытства, Алексей занимается самообразованием, посещает конференции, разыскивает новинки в психиатрии. И несмотря на то, что имеет большой багаж знаний, в обычной жизни окружающим диагнозы не расставляет. Каждый раз, когда психотерапевт или психиатр заходят в какую-то незнакомую компанию, компания умолкает, потому что все уверены, что сейчас он расставляет всем диагнозы. Я всегда говорю, что я это никогда не делал. Алексей говорит, что хватает и работы, но определенные профессиональные навыки дают возможность лучше видеть людей. Конечно, не так, как это показывают в фильмах, где гипнотизер читает мысли или психолог руководит действиями других. Нет. Все эти вымышленные истории часто мешают психотерапевтам при работе с людьми. Сначала приходится делать то, что называется деконтаминацией, то есть обеззараживание. То есть сначала надо вынимать из головы вот этот мусор, который человек знает про гипнотизер, что я сейчас лягу, меня там либо изнасилуют, либо у меня узнают какую-то тайну. Боже мой, боже мой. Психотерапия – это, прежде всего, медицинские манипуляции, которые направлены на что-то позитивное, на положительное, ни коим образом иначе. Многие из тех, кому помог Алексей Владимирович, прошли через это. Но он признается, что остается 1% тех, кого он вылечить не смог. Это пусть 1%, но он такой, самый горький. Это вот то, что иногда заставляет переживать по поводу той профессии. Когда студенты меня спрашивают, насколько эта профессия дает позитив, я говорю, что вы должны понять и привыкнуть к тому, что вы не вылечите всех наркоманов. Хотя вы будете очень стараться. Вы, наверное, не вылечите всех курильщиков, поскольку тоже. Вы не вылечите, наверное, всех зависимых от алкоголя. Несмотря на это, он всегда старается делать всё качественно, чтобы вечером ложиться спать и не думать насчёт того, правильно он сделал или нет. Я своим пациентам, многим говорю, вот в одном фильме, по-моему, он «Коктейль» называется, старый такой хороший с Томом Крузом фильм. А там есть такая метафора, которая меня в своё время потрясла, когда я этот фильм посмотрел, что человек, когда он просыпается, мужчина, да, но идёт он, да и не только мужчина, наверное, женщина тоже, идёт в душевую комнату, и там он бреется или умывается и смотрит на своё отражение. И вот это отражение, которое там видит, оно должно определённо радовать. Туда надо хотеть улыбнуться и сказать «Привет, доброе утро, пусть этот день будет хороший». А если вы там видите какую-то образину, у которой вы стоите, думаете, «Господи, как ты мог вчера так сделать или поступить с людьми?» Наверное, это нехорошо. Этот принцип Алексей порадовал не только в отношении себя. Он счастлив от того, что у его клиентов жизни меняются. Они без страха начинают смотреть в зеркало. Ведь большему количеству людей Алексей Меринов всё же помог. И его безумно радует то, что он сможет помочь ещё очень многим. Кстати, писать книги он продолжит. Следующая его идея касается вопроса любовной зависимости. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова